Академик Фёдор Григорьевич Углов, доживший до 103 лет, является без преувеличения уникальным человеком и настоящей гордостью мировой медицины. Основоположник отечественной сердечно-сосудистой хирургии занесён в Книгу рекордов Гиннеса как хирург, оперировавший в возрасте 100 лет. Его называли национальным достоянием. Хирурги многих стран мира стремились лично познакомиться с легендарным врачом и увидеть проводимые им операции на сердце. В этом выпуске мы расскажем вам о советах выдающегося хирурга, у которого есть чему поучиться. Его можно назвать пропагандистом здорового образа жизни. Фёдор Григорьевич написал прекрасную книгу «Быть здоровым легко. Советы столетнего хирурга». Эти рекомендации поистине бесценны и полны мудрости. Академик Углов обращал особое внимание на важность качественного и полноценного сна и отдыха для здоровья. При этом он подчёркивал, что чем напряжённее и тяжелее труд, тем более длительным должен быть отдых. А людям, занятым напряжённым умственным трудом, требуется большая продолжительность сна, чем тем, кто работает физически. Вдумчивый и внимательный врач подчёркивал, что в медицинской практике нередки болезни, вызванные грубостью окружающих. Если выпущенная пуля может повредить какую-то часть организма, то злое слово способно полностью разрушить его. Оно поражает в самое сердце. Огромное значение для здоровья имеет умение человека правильно реагировать на раздражители, пусть даже и очень неприятные, не придавая им исключительного значения и не отводя на них в сердце особого места. Поэтому необходимо развивать интеллект, самоконтроль и самоанализ. А кроме того, воспитывать в себе способность не просто казаться доброжелательным и улыбчивым, но и на самом деле быть таким. Все люди нуждаются в помощи, понимании, любви и заботе. Мозг – главный регулятор всей жизнедеятельности человека. Именно в психике человека кроется разгадка увеличения продолжительности жизни. Поэтому так важно уметь владеть собой и никогда не впадать в уныние. Чем дольше сохраняется нормальная работа нервной системы, тем позже наступает старение и наоборот. Истощение нервной системы ведет к преждевременному одряхлению организма. Среди причин тяжелых заболеваний на первом месте нервные перегрузки, психоэмоциональные стрессы и отрицательные переживания. Стресс ведет к нарушению функций многих систем организма и мобилизует все силы, чтобы справиться с неприятной проблемой. Сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы в стрессовых ситуациях работают с огромным напряжением. Надпочечники выбрасывают в кровь огромное количество адреналина, который вызывает сильнейший спазм сосудов и ведет к усилению работы важнейших органов – сердца, легких, печени. Поэтому стресс приводит к чрезмерному расходованию энергетических ресурсов и дальнейшему их истощению. Следующим по значению фактором академик Углов назвал питание. Он считал, что есть нужно небольшими порциями четыре раза в день. Ужин должен быть самым скромным из всех приемов пищи и съедать его нужно не позднее восьми часов вечера. Академик остроумно замечает в своей книге, что многие люди слово «поправился» приравнивают к выражению «набрал вес». Он пишет о том, что зачастую, вернувшись с курорта и желая сказать, что хорошо отдохнул, человек говорит, что поправился на пять кило. На самом деле полноту нельзя считать показателем здоровья. Наоборот, лишний вес приводит к снижению сопротивляемости организма. Полные люди чаще болеют и хуже переносят болезнь по сравнению с теми, у кого нормальный или даже слегка пониженный вес. Сам Федор Григорьевич Углов всегда находился в одном и том же весе – 70 килограмм при росте 170 сантиметров. Он советовал раз в год примерять свои студенческие брюки. Если человек в них влезает, он идет правильным курсом. Следует взять себе за правило быть всегда в одном и том же весе. Правильное питание заключается не только в разнообразии и разумном потреблении, но и в соблюдении определенного режима. Федор Григорьевич писал о том, что пищу следует принимать в одни и те же часы и придерживаться правила вставать из-за стола с чувством легкого голода. Через пять минут желание есть пропадает и возникает легкость. И голода нет никакого, и тяжести никакой. Ведь переедание не такая безобидная проблема, как кажется на первый взгляд и как могут считать некоторые. Внутренняя культура человека определяется его отношением к еде. Склонность к перееданию характеризует человека как такого, у которого потребности желудка берут верх над интеллектом. Не стоит делать еду целью всей жизни. Мы едим для того, чтобы жить, но живем не для того, чтобы есть. Так гласит народная мудрость и с этим солидарен академик углов. Культ еды в обществе, говорит выдающийся хирург, нужно заменить культом добра и служения людям каждому в своей области. В своей книге «Столетний хирург» крайне отрицательно высказывается об алкоголе. Часто люди оправдывают его употребление тем, что таким образом они отдыхают. Углов категорически заявляет, алкоголь – враг отдыха. Он исключает саму его возможность. Алкоголь во всех его видах, включая водку, коньяк, вино, пиво и прочее, это не что иное, как наркотик, яд, действующий на клеточном уровне и разрушающий все органы и ткани человека. Потребление алкоголя сокращает жизнь на 20-25 лет. Коварство и особая опасность алкогольных напитков в том, что они оказывают разрушающее воздействие на ум и нравственность, изменяют в худшую сторону характер человека. А при массовом употреблении алкоголя возникает реальная угроза здоровью нации. Умеренных доз алкоголя, как и наркотиков, не существует. Это доказано уже давно. Любая доза алкоголя сокращает сосуды мозга. Это приводит к тому, что туда перестает переноситься с кровью кислород, и нервные клетки погибают. В результате, даже после умеренного употребления спиртного, в мозгу человека появляется целое кладбище из погибших нейронов. А через несколько лет регулярного употребления спиртных напитков мозг сморщивается и уменьшается в объеме. Даже после умеренного потребления алкоголя мозг приходит к норме только через 20 дней. Что касается культурного винопития, то это не что иное, как специально придуманная ловушка для простаков. Со всей авторитетностью академик Углов заявляет, что если человек хочет сохранить здоровье, развивать, а не губить свои способности, приносить пользу окружающим, смотреть на жизнь ясными глазами, он не должен употреблять вообще никаких спиртных напитков. Еще одной вредной привычкой и причиной ухудшения здоровья Федор Григорьевич Углов считает курение. Табак сокращает жизнь на 7-8 лет. Учеными достоверно установлено, что курение необратимым образом влияет на наследственность, повреждая генетический аппарат человека. Изменения в хромосомах у курильщиков отмечаются вдвое чаще, чем у некурящих. Среди детей, отцы которых курят, наблюдается относительно более высокая заболеваемость и смертность, даже если не курят их матери. У детей злостных курильщиков обнаружено в два раза больше пороков развития, асимметрий и деформаций, например, таких, как заячья губа. Регулярное закаливание – это обязательное условие сохранения здоровья, на чем весьма настаивал Углов. В особенности он рекомендовал холодные обливания, которые должны стать ежедневной полезной привычкой, но все же предупреждал своих последователей – смотрите без фанатизма, если заболели – пропустите. Федор Григорьевич учил, что возникновению болезни способствует праздный образ жизни. Когда человек занят делом и трудится, его мозг и весь организм мобилизованы на противодействие болезням. Защитная система сопротивления недугам постоянно наготове, а вот если кто-либо расслабился и обленился, точно так же ослабевают и его защитные функции. Если в это время на организм подействует неблагоприятный фактор, это очень быстро приведет к болезни, поэтому необходимо постоянно давать работу уму и телу. Регулярная физическая и интеллектуальная нагрузка помогут сохранить ясный ум и физическую форму на долгие годы. Пример самого академика Углова демонстрирует истинность этого утверждения, ведь Федор Григорьевич неустанно трудился всю свою долгую жизнь, а ведь она была отнюдь нелегкой. Углов пережил две мировых войны. Все 900 дней ленинградской блокады Федор Григорьевич трудился за операционным столом. Самое важное, что в свои 103 года доктор Углов обладал живым умом и прекрасной памятью, а в книгу рекордов старейший оперирующий хирург попал не в погоне за славой. Просто никто другой не взялся за сложнейшую операцию по удалению опухоли, оплетенной сосудами с шеи пациентки. Что же все-таки имеет значение для долгой жизни? Отсутствие праздности, трудолюбие, грамотный режим чередования труда и отдыха, здоровое регулярное питание, благоприятный психологический климат в семье и на работе, неприятие любых излишеств, сведение к минимуму конфликтных ситуаций, а также психологическая устойчивость, открытость и доброжелательность, удовлетворенность духовной и материальной сторонами жизни, отсутствие вредных привычек. Эти простые, но эффективные и мудрые истины каждый может проверить на себе. О секретах долголетия и здоровья доктор Углов знал точно не понаслышке. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы всегда оставаться в курсе всего самого полезного. До новых встреч на новых видео!